Весь день шёл дождь с холодным порывистым ветром. Такая погода часто бывает в Москве в начале мая. Всё было серое. Небо, дым над крышами, самый воздух. Только асфальт блестел, как чёрная река. К старому одинокому доктору в большой дом на набережной Москвы-реки пришёл молодой военный моряк. В 1942 году моряк был тяжело ранен во время осады Севастополя и отправлен в тыл. Доктор долго лечил его, и в конце концов они подружились. Сейчас моряк приехал на несколько дней из Черноморского флота. Доктор пригласил моряка к себе на бутылку Кахетинского и оставил ночевать. В полночь радио сообщило о взятии нашими войсками Севастополя. Салют был назначен на час ночи, тот час, когда улицы Москвы совершенно пустеют. Дожидаясь салюта, доктор и моряк беседовали, сидя в полутёмном кабинете. — Любопытно, — сказал доктор, допивая вино, — о чём думает человек, когда он тяжело ранен. Вот вы, например, о чём вы думали тогда под Севастополем? — Я больше всего боялся потерять коробку от папирус Казбек, — ответил моряк. — Вы, конечно, знаете, там на этикетке нарисован Казбек, покрытый снегом. Ранило меня на рассвете, было ещё свежу после ночи, в тумане светило раннее солнце, надвигался знойный тяжёлый день. Я терял много крови, но думал об этой коробке и о снегах на Казбеке. Мне хотелось, чтобы меня зарыли в снег. Я был уверен, что от этого прекратится кровотечение, и мне будет легче дышать. А солнце всё подымалось. Лежал я в тени от разрушенной ограды, и эта тень делалась с каждой минутой всё меньше. Наконец солнце начало сжечь мои ноги, потом руку, и я очень долго подымал эту руку и передвигал её, чтобы закрыть ладонью глаза от Света. Пока что я не чувствовал особенной боли, но я твёрдо помню, что всё время беспокоился из-за коробки Казбека. — Почему вы так боялись её потерять? — Да как вам сказать? Почти у всех новичков на фронте есть одна глупая привычка. На всём, что они таскают с собой, писать адреса родных. На чехлах от противогазов, полевых сумках, на подкладке пилоток. Всё кажется, что тебя убьют и не отыщется никакого следа. Потом это, конечно, проходит. — Чей же адрес вы написали на вашей папиросной коробке? — спросил доктор и хитро прищурился. Моряк покраснел и ничего не ответил. — Ну, хорошо, — сказал поспешно доктор, — оставим этот вопрос. В это время в квартиру позвонили. Доктор вышел в переднюю и открыл дверь. Молодой женский голос сказал, задыхаясь из темноты, — «Сейчас салют. Можно мне посмотреть на него с вашего балкона?» — Ну, конечно, можно, — ответил доктор. — Вы что, бегом мчались с третьего этажа на восьмой? Сердце себе хотите испортить? — Погасите свет, — сказал доктор моряку из передней, — и пойдёмте на балкон. Только накиньте шинель, дождь ещё не прошёл. Моряк встал, погасил свет. В передней он поздоровался с незнакомой женщиной. Пальцы их столкнулись в темноте. Женщина ощупью нашла руку моряка и легко её пожала. Вышли на балкон. Пахло мокрыми железными крышами и осенью. Ранняя весна часто похожа на осень. — Ну, — сказал доктор Ёжесе от дождя, — что же всё-таки случилось с вашей коробкой, Казбека? — Когда я пришёл в себя, коробка исчезла. Должно быть, её выбросили санитары. Или сестра, которая меня перевязывала. Вот что странно. — Что? — Та, то есть тот человек, чей адрес был на коробке, получил письмо о том, что я ранен. Сам я ему не писал. — Ничего странного, — сказал доктор. Кто-то взял коробку, увидел адрес и написал. История самая обыкновенная. Но вы, кажется, склонны придавать ей преувеличенное значение. — Нет, почему же? — смутился моряк. — Ну, в общем, это письмо обо мне уже оказалось в то время ненужным. — Почему? — Да знаете, — ответил поколебавшись моряк, — любовь как бриз. Днём он дует с моря на берег, ночью с берега на море. Не все же нас так преданные терпеливо ждут, как нам бы хотелось. — Однако, — заметил насмешливо доктор, — вы разговариваете, как заправский поэт. — Боже мой! — воскликнула женщина. — Какой вы прозаический человек, доктор! — Нет, позвольте! — вскипел доктор. В это время багровым огнём вспыхнул первый залп. Пушечный гром прокатился над крышами. Сотни ракет полетели, шипя под дождём в мутное небо. Они озарили город и Кремль разноцветным огнём. Ракеты отражались в асфальте. На несколько мгновений город вырвался из темноты. Появилось всё то, что жильцы высокого дома видели каждый день. Кремль, широкие мосты, церкви и дома за Москворечье. Но всё это было совсем другим, чем при свете дня. Кремль казался повисшим в воздухе и очень лёгким. Ускользающий блеск ракеты, дождевой туман смягчили строгие линии его соборов, крепостных башен и колокольни Ивана Великого. Величественные здания потеряли тяжесть. Они возникали, как вспышки света в пороховом дыму ракет. Они казались созданными из белого камня, освещенного изнутри розовым огнём. Когда погасала очередная вспышка, гасли и здания, будто они сами являлись источником этого пульсирующего огня. — Прямо феерия какая-то, — сказала женщина. — Жаль, что салют в двадцать четыре выстрела, а не в сто двадцать четыре. Она помолчала и добавила. — Севастополь. Помните, какая там очень-очень прозрачная и зелёная вода, особенно под кормой пароходов, и запах поломанных взрывами сухих акаций? — То есть, как это помните, — сказал доктор. — Кого вы спрашиваете? Я в Севастополе не был. Женщина ничего не ответила. — Но я-то всё это хорошо помню, — сказал моряк. — Вы были в Севастополе? — Примерно тогда же, когда и вы, — ответила женщина. Салют окончился. Женщина ушла, но через несколько минут вернулась, пожаловалась на головную боль, попросила у доктора пирамидона и снова ушла, смущённо попрощавшись. Ночью моряк проснулся, посмотрел за окна. Дождь прошёл, в разрывах между туч горели звёзды. — Меняется погода, — подумал моряк, — поэтому и не спится. Он снова задремал, но протяжный голос сказал совсем рядом. — Какая там очень-очень прозрачная вода! И моряк очнулся, открыл глаза. Никого в комнате, конечно, не было. Он потянулся к коробке папирос на стуле. Она была пуста. Он вспомнил, что у него есть ещё папироса в кармане шинели. Моряк встал, накинул халат, висевший на спинке стула, вышел в переднюю, зажёг свет. На столике около зеркала на его морской фуражке лежала изорванная и измятая коробка Казбека. Большое чёрное пятно закрывало рисунок снежной горы. Моряк, ещё ничего не понимая, взял коробку и открыл её. Папирос в ней не было. Но на крышке с внутренней стороны он увидел знакомый адрес, написанный его собственной рукой. — Откуда она здесь? — подумал моряк. — Неужели? Почему-то, испугавшись, он быстро погасил свет и, зажав коробку в руке, вернулся в комнату. До утра он уже не мог уснуть. Утром моряк ничего не сказал доктору. Он долго брился, потом умывался холодной водой, и руки у него вздрагивали. — Глупо, — думал моряк. — Что за чёрт? Пропитанный солнцем туман лежал над Москвой. Окна стояли настежь. В них лилась ночная свежесть. Утро рождалось в сыром блеске недавнего дождя. В этом утре уже было предчувствие длинного лета, тёплых ливней, прозрачных закатов, летящего под ноги липового цвета. Моряк почему-то был уверен, что это утро и не могло быть иным. Тишина на рассвете, такая редкая в Москве, не успокаивала, а наоборот усиливала его волнение. — Что в самом деле за чёрт? — сказал в полголоса моряк. — В конце концов, бывают же в жизни и не такие случаи. Он догадывался, что эта женщина работала, очевидно, сестрой в Севастополе. Первая перевязала его, нашла коробку с адресом и написала письмо той и другой женщине, забывшей его так легко и быстро. А вчера она услышала его рассказ, узнала его и нарочно принесла эту коробку к Азбеку. — Да, но зачем она её сберегла? И почему ничего не сказала? — От молодости, — решил моряк. — Я же сам люблю всякие таинственные вещи. Надо обязательно зайти к ней и поблагодарить. Но тут же он понял, что понадобится отчаянная смелость, чтобы нажать кнопку звонка у её дверей, и что он вряд ли на это решится. Через час моряк вышел от доктора. Спускался он по лестнице очень медленно. На третьем этаже он остановился. На площадку выходило три двери. Моряк с облегчением подумал, что он не спросил доктора, в какой квартире живёт эта женщина и как её зовут. Да и неловко об этом спрашивать. А теперь нельзя же звонить подряд во все двери и спрашивать неизвестно кого. В это время за одной из дверей моряк услышал знакомый голос. — Я вернусь через час, Маша, — сказал этот голос. — Я плохо спала эту ночь. Здесь очень душно. Пойду к реке. Моряк понял, что вот сейчас, сию минуту, она выйдет и застанет его на площадке. Он бросился к двери и с отчаянно бьющимся сердцем позвонил. Дверь тотчас отворилась. За ней стояла вчерашняя женщина. Из двери дуло ветром. Он развивал лёгкое платье женщины, её волосы. Моряк молчал. Женщина вышла, захлопнула дверь, взяла его за руку и сказала, — Пойдёмте, я провожу вас. — Я хотел поблагодарить вас, — сказал моряк. — Вы спасли меня там, в Севастополе. И послали по этому адресу письмо. — И, кажется, послала неудачно, — улыбнулась женщина. — Вы на меня не сердитесь? Они спускались по лестнице. Женщина отпустила руку моряка, поправила волосы. — За что? — спросил моряк. — Всё это очень странно и хорошо. Женщина остановилась, заглянула ему в глаза. — Не надо волноваться, — сказала она тихо. — Хотя что я говорю? Я сама волнуюсь не меньше вас. Они вышли на набережную и остановились у чугунных перил. Кремль просвечивала розовыми стенами сквозь утреннюю мглу. Женщина прикрыла рукой глаза и молчала. Моряк смотрел на её руку и думал, что на этих вот пальцах была, наверное, его кровь. На этих тонких и милых пальцах. Женщина, не отнимая руки от глаз, сказала. — Никогда я не верила, что это бывает так сразу, и что я увижу вас снова после Севастополя. Моряк взял её руку. Он поцеловал эту маленькую и сильную руку, не обращая внимания на прохожих. Прохожие шли мимо, как бы ничего не замечая. Только, отойдя очень далеко, они украдкой оглядывались и смущённо улыбались. 1944 год Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Кулакова Продолжение следует...